Таланты Таланты Как много людей сегодня боятся Бога И они ничего не делают А если я что-то сделаю не по воле Божьей Когда меня задают этот вопрос Мне всегда смеяться хочется Я говорю, в смысле? Я вот жду своего призвания Я говорю, ну так делай что-нибудь А вдруг я не то буду делать Страх Божий, он не должен парализовывать Он должен тебя мотивировать к действию Не бойся Страх парализует человека Тот человек боялся, его выкинули И сбили, и забрали талант у него И дали другому Тому, кто не боялся А что скажут? Скажут, что ты сектант, сумасшедший, психопат, придурочный Именно это скажут Откроем Луки 19 главу 12 стих Луки 19, 12 Иисус рассказывает притчу Эту притчу разные евангелисты пересказывают по-разному Но в каждом пересказе мы находим что-то интересное, что-то уникальное Итак, Иисус говорит притчу о одном господине Луки 19 глава с 12 стиха и ниже Почти всю главу до конца будем читать Итак, сказал Некоторый человек высокого рода Отправился в дальнюю страну Чтобы получить себе царство И возвратиться Конечно, все вспоминают, что это притча о талантах Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин Мина это единица измерения веса И сказал ему, потребляйте их в оборот, пока я возвращусь Используйте эти мины 10 рабов своих Дал им по одной мине Мне нравится эта версия истории Потому что здесь каждый получил одинаковое количество Каждый получил одинаковое 10 человек К сожалению, мы не знаем вообще истории Что с этими со всеми десятерами стали в этой притче Но вот здесь произошел небольшой бунт Ушел он господин И 14 граждане ненавидели его И отправили вслед за ним посольство Сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами По прошествии времени, когда возвратился Получив царство Велел призвать к себе рабов тем, которым дал серебро Чтобы узнать, кто что приобрел И пришел первый и сказал Господин, мина твоя Деньги твои принесли мне 10 мин И сказал ему Хорошо, добрый раб За то, что ты в малом был верен Возьми в управление 10 городов Пришел второй и сказал Господин, мина твоя принесла 5 мин Он сказал этому И ты будь над 5 городами Пришел третий Господин Вот мина твоя, которую я хранил Завернув в платок Ибо я боялся Ибо я боялся Ибо я боялся Я боялся тебя Потому что ты Человек жестокий Берешь, чего не клал И жнешь, чего не сеял Господин сказал Господин сказал ему Твоими устами буду судить тебя Лукавый раб Ты знал, что я человек жестокий Беру, чего не клал Жну, чего не сеял Для чего же ты не отдал Серебра моего в оборот Чтобы я, придя, получил его с прибылью И сказал предстоящим Возьмите у него мину Отдайте тому, у которого 10 мин И сказали ему Господин, у него и так 10 мин Сказываю вам Что всякому имеющему Дано будет А у не имеющего Отнимется то, что имеет Врагов же моих тех Которые не хотели Чтобы я царствовал Ним Приведите сюда И избейте Передо мною Страшная история Знаете, интересно Что здесь пропали 7 человек Вообще они исчезли Они исчезли Из контекста 7 человек Которые вообще Не появились Перед господином С отчетом Я когда пересматривал Эту притчу Я подумал А куда делись семеро Почему только трое пришли Почему только трое пришли Но когда я вычитался В контекст Я увидел Что остальные Семеро попали В категорию Тех, которые взбунтовались Они сказали Не хотим Твоего правления Не хотим тебя Зачем ты будешь Править над нами Когда я смотрю На эту притчу Мне она напоминает Жизнь Бог дал каждому Жизнь Бог каждого Наделил Своими минами Но знаете В нашем представлении Мина это какая-то бомба И Господь дал ему мину И вот Семеро они пришли Не в том смысле Господь дал Каждому способности Таланты Для того Чтобы они вернулись К нему И принесли результат Чтобы они вернулись К нему Принесли результат Деятельности Этих талантов Еще интересная вещь В этой притче Он сказал Заберите мину Того Который не использовал И отдайте Это кусок серебра Тому У которого Есть что? Десять есть А у кого Из них Есть десять? Я знаю Что первый Пришел И сказал Господь Вот ты мне дал Одну мину Или там Вот единицу денег Сто тысяч долларов Вот я тебе В десять раз Больше возвращаю Господин говорит Дайте тому У которого еще есть Десять талантов Значит он был Настолько проворный Что он Не только Господину Десять заработал Еще и себе Десять заработал Но он сказал Дайте ему Третий человек Придя перед Богом Он не бунтовщик Он не пошел С теми революционерами Он не коммунист Он не стал кричать Долой Власть Мы разрушим До основания Свой мир Нам не нужен Господин Он не был Среди категорий Бунтарей Он был свой парень Во-первых Он не потратил ее Он как бы в принципе Неплохое дело сделал Он вернул Забери Забери Я тебя ценю Уважаю Боюсь Ой страшный ты человек Я боюсь тебя Я боюсь тебя Я боюсь тебя Поэтому Я ничего не сделал Я боюсь тебя Я боюсь что-то сделать Потому что Боюсь тебя Я ничего не могу сделать Потому что Боюсь тебя Я боюсь ошибиться Я боюсь А вдруг не получится Я боюсь Я боюсь тебя Господин Знаете Когда я вот эту фразу Почитал У меня сразу же всплыла Вот эта мысль По сути Но ведь он боится А есть страх Божий Давайте скажем Страх Божий Хорошая вещь Божий страх Надо Бога бояться По идее Если вот так сказать Он говорит Я боюсь тебя Я пришел перед тобой Я Бога боюсь Царя чту Не бунтую Забери Господь Но это другого рода страх Я боюсь тебя Потому что Основание страха Не на основании Трепета и уважения Почтения Основание страха На основании того Он неправильно Информировал Ты человек Жестокий Ты убиваешь Ты забираешь Ты грабишь Я боюсь тебя Господин Как много людей Сегодня боятся Бога И они Ничего не делают А если я что-то сделаю Не по воле Божьей Когда меня задают этот вопрос Мне всегда смеяться хочется Я говорю В смысле Я вот жду своего призвания Я говорю Ну так делай что-нибудь А вдруг я не то буду делать По крайней мере Ты явишься перед Господом Не как те Которые вообще ничего не сделали Но я жду призвания от Бога У-у-у-у Какое призвание О чем ты говоришь Ну я не хочу сделать того Чего Господь не хотел Что бы я сделал Господь сказал Плодись и размножайся Не бойся Иди смотри на свою жену Размножайся Я боюсь А вдруг я не свое дело сделаю Ты сделаешь свое дело Когда он сказал Жертвуй Будь жертвенный Люби Благословляй Улыбайся Радуйся Благодари Благословляй Какое призвание Ваше призвание Радоваться перед Господом Скажите на это аминь Многие люди Так повернуты На системе Что я боюсь Чего-нибудь сделать Что Бог не хочет Как будто бы Бог сидит и говорит Вот отгадай Ребус Я записал Твое призвание Закодировал Теперь отгадай Ты сидишь Ой Господи Так Восемь букв Так Господи А есть подсказка Зала Подсказку Пастора бери Приходит ко мне Вот с такими глазами Восемь букв Призвания Не знаю Господи Что же делать Пастор подскажи Делай что-нибудь Делай что-нибудь Попытайся использовать Попытайся Сделать хоть что-то Что-то сделать Перед Богом Я боюсь Я поэтому Ничего не делаю А вдруг Не получится Да сто процентов Не получится Первые двадцать раз Не получается Потом получается А как ты будешь В глаза Бога смотреть Прямо Если буду косым Один глаз Прикрою Буду прямо смотреть Я буду смотреть Прямо на Бога Вы знаете Сколько у меня Проектов Сзади Несостоявшихся Неудачных Проектов Масса Что делать А продолжать Делать Продолжать Делай Продолжай Я Бога боюсь Поэтому делаю Страх Божий Он не должен Парализовывать Он должен тебя Мотивировать К действию Если у тебя Действительно Божий страх Я боюсь Я боюсь Чтобы не был Бог на каждом Нет Я боюсь Если я ничего Не сделаю Боже Он не мне Даст 10 городов Он не мне Даст 5 городов Он даст Кому-то другому Боже Я ценю тебя Поэтому я должен Что-то делать А если ты не то Сделаешь Слава тебе Господи Сделал не то Откройте вместе Со мной Паралипоминон Мне так понравилось Это местописание Сегодня утро Бо он нашел Всю жизнь смотрел Никогда не видел Паралипоминон Здесь где Давид Дает задание Сыну своему Построить храм 22 глава 1 паралипоминон Страница 451 Вашей Библии И здесь он всю главу Говорит о подготовке Вот дом Господа Вот жертвенник Для всей жизни Израиля И приказал Давид Собрать пришельцев И так далее И так далее Если вы посмотрите Соломон сын мой Молод и малосилен И дом который следует Выстроить для Господа Должен быть весьма Величен И он дает указание Своему сыну Как построить дом Что нужно сделать И там он говорит Я и то собрал И это собрал И это сделал И это сделал Но мне привлекла Вот одна фраза И он говорит Ну 14 стих Как Давид Рассуждает 14 стих Страница 452 Библии Здесь написано Вот я Меди и железу Нет веса Парализованным Истинный страх Он берет Женет Трудности Кризис на дворе Проблемы Банкротство Вот это Вот это Вот это Я представляю Как это люди будут слушать Ужас какой Мы тысячу оправдания находим Чтоб быть парализованным Я не могу Вдруг не получится Вдруг И мы начинаем Начни и делай Господь будет с тобою А если банкротишься, Господь заберет тебя, аллилуйя. Придешь на небо ни с чем, скажешь, я ни с чем пришел на эту землю, ни с чем ухожу. Начни и делай, не отчаивайся. Как часто мы останавливаемся и находим причину не делать, находим причину остановиться в делах. Ну видишь, я боюсь, мне страшно, не бойся. Страх парализует человека. Тот человек боялся, его выкинули, избили и забрали талант у него. И дали другому, тому, кто не боялся. А что скажут? Скажут, что ты сектант, сумасшедший, психопат, придурочный. Именно это скажут. Что ты ненормальный, что ты всегда улыбаешься. Витящее загадочное слово, аллилуйя. Они смотрят на нас, как на больных людей. Многие зрители смотрят на меня, думают, какой придурочный. Один говорит, как это, говорит, клоун и пастор одновременно. Говорит, что, говорит, если скрестить клоуна и пастора? Говорит, Максимов получается. Может быть, но цель одна – благовестие. Цель одна – благовестие. Цель одна – проповедь Евангелия. Этот мир нуждается во свете. Мы часто приходим к Богу со своим талантом и говорим, Господь, я жду предназначения, призвания. И многие смотрят на сцену и думают, призвание – это оказаться на сцене. Это всего лишь орешки, Господь, счастье дает, конфетку тебе на сцене выступить. А призвание начинается там, там, где ты живешь. Призвание начинается дома, когда твой муж бубнит, а тебе нужно повиноваться ему. Призвание начинается там, когда ты видишь человека, который нуждается, ему нужно сказать слово благословения и протянуть руку. Призвание начинается там, когда кто-то пришел и говорит, помоги ради Христа. И ты ради Христа это делаешь. Призвание начинается там, когда ты открываешь свое сердце, свои двери, когда кто-то приходит и ты начинаешь ему служить любовью, а он не понимает этого, а он не ценит это. Ты стараешься, а он не ценит. Он думает, так и должно быть. Призвание – это там быть, как Христос. Страх Божий. Страх Божий – это не бояться, что надо что-нибудь сделать, а то Бог накажет. Пастор сказал в воскресенье, что если я ничего не сделаю, Бог накажет. Это неправильный страх. Страх – это оказаться в неволе Божьей. Мне страшно оказаться в неволе Божьей. Может быть, ты соприкасаешься с человеком, это его последняя зацепка. Знаешь, он погибает, он идет в ад. Его последняя зацепка – твоя встреча с тобой. Последняя. Он погибнет. Последняя надежда. И ты проходишь мимо. У него просто рука торчит, он даже не понимает, зачем она торчит. И ты смотришь, его рука торчит. То, не то, грешники. Богу надо служить. Его рука торчит. Зацепись. А знаешь, что противно? Ты цепляешься за него, а он еще начинает выдергивать. Отпусти меня. Ты держишь меня. Не-не, постой, тебе нужно. Да, не лезьте в мою жизнь. Стучаться в сердце. Протом, я боюсь не выполнить волю Божью. Страх Божий, он благословляет тебя. Я боюсь не сделать то, что хочет он, чтобы я сделал. Я боюсь оказаться вне его воли. Многие люди говорят, конкретно, напиши, что вот Господь. Да откуда я знаю, что Господь для тебя конкретно задумал? Действуй всю свою жизнь. Будь Божьим человеком всегда. Призвание ответить, когда от тебя, может быть, не хочется. Может быть, ты отдыхаешь, и тебе не хочется кого-то спасать. А нужно благовествовать. Это истинное призвание. Он пришел, говорит, я боялся тебя, и поэтому ничего не сделал. Я боялся тебя, поэтому ничего не сделал. Истинный страх Божий. Я боялся тебя, и поэтому все делал, что только мог сделать. Страх Божий. Я хочу прочитать несколько вещей о Божьем страхе. Если будьте любезны, откройте вместе со мною. Притчах очень много написано. Начало мудрости. Страх Господень. Притча 1.7. Глупцы только презирают мудростью и наставлением. Притча 9 глава, 10 стих. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. Познание Бога это разум. Начало мудрости. Я хочу быть мудрым. Имея страх Божий, я боюсь сделать что-то, что не по воле Божьей. Я боюсь оказаться бездейственным, парализованным. Я не хочу, я ценю Бога и не хочу оказаться недействующим. 10 глава, 27 стих. Пожалуйста, 10.27. Страх Божий прибавляет лета жизни. Прибавляет дней. Лета же нечестивых сокращаться. Хочешь иметь длинную жизнь, имей страх Божий. Действуй. Страх Божий действует. Страх Божий 14.27. Откройте 14.27. Можно подчеркнуть. Страх Божий источник жизни. Дайте скажем источник жизни. Удаляющий от сетей смерти. Притча 19.23. 19.23. Страх Господень ведет к жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен. И зло не постигнет его. Еще раз. Притча 19.23. Подчеркните. Страх Господень ведет к жизни. И кто имеет его, всегда, всегда будет довольным. У вас бывает время недовольства в жизни? Значит вам страха Божьего не хватает. Страх Божий сделает тебя довольным всегда. Довольным всегда. Довольным от своей жизни. Ты будешь радоваться жизни. Притча 22.4. За смирением следует страх Господень. Первое, что тебя приводит. Я хочу смириться перед Богом. Я боюсь не действовать. Я хочу действовать перед Богом. Я хочу пустить свой талант, свою мину в оборот пустить. Я хочу действовать. Я хочу что-то сделать. Действовать перед Господом моим. Я не хочу запаковать в платок свою жизнь. Страх Господень богатство, слава и жизнь. Страх Господень. Это не только покаяние. Страх Господень это больше. Это жизнь в Боге. Это жизнь в послушании. Жизнь смирения, страх Господень Когда я поставлю свою жизнь в подчинение Господу Скажем мы на это Аминь, драгоценные Мы молимся пред лицом Твоим, Господь Я прошу Тебя, открывай глаза наши Учи нас, покажи нам, что делать Покажи нам пути жизни нашей Направляй нас, Господь Держи нас в руке своей Укрепляй, Господь, духом своим наполняй Изливай Твою благодать, Господь Изливай Твои благословения Славу и силу Твою изливай Мы говорим благословения над каждым человеком Провозглашаем милость Божью Провозглашаем силу Божью Господь, дай вдохновение, мотивацию Дай, Господь, желание творить пред лицом Твоим Дай желание, Господь, каждому человеку Пускай все страх Твой поселятся в сердцах наших Страх бездействия Страх ничего не делать Но желание творить правду Твою Творить волю Твою Мы любим Тебя, мы ценим Тебя Мы живем для Тебя Тебе да будет дана слава Тебе честь Во имя Иисуса Христа И все скажем Аминь Партнерство Бога и человека помогает сегодня менять реальность многих людей Партнерство это огромнейшая сила В партнерстве есть что-то невероятное Муж и жена, они партнеры Партнеры в явлении славы Божьей Вместе муж и жена могут сделать много великого, если они будут поддерживать друг друга Благословенная жена, благословенный муж, благословенные дети Партнерство имеет невероятную силу Бог Отец послал Сына Своего на эту землю как партнера Который пришел и искупил нас от всякого греха, от проклятия Партнерство это невероятная сила В партнерстве мы можем достичь великих вещей Телеканал СНЛ нуждается в партнерстве Почему? Во-первых, мы являемся первым христианским телеканалом И у нас нету западных хозяев или западных спонсоров Мы являемся нашими бывшие советско-союзными людьми Во-вторых, многие люди ждут, что кто-то из запада будет помогать Но почему мы не должны помочь самим себе? Ведь это наша земля, ведь это наша родина, ведь это наша территория Ведь Бог нас поселил вместе, дал нам общий язык, дал нам общее видение И почему бы нам не позаботиться о своей земле? В-третьих, партнерство это зрелость Когда мои дети были маленькие, я о них заботился, моя жена о них заботилась Мы их взращивали, но когда они выросли, они стали нашими партнерами Сегодня они участвуют в моей жизни Сегодня они поддерживают, я ожидаю от них партнерства Драгоценный телеканал СНЛ проповедует уже много лет И вы знаете, за эти 10 лет, которые мы вещаемся А мы первый христианский канал на русском и украинском языке Мы ожидаем от наших зрителей участия Конечно же, мы понимаем, что вы потребляете помазание, слово, проповеди И мы делаем все, чтобы ваша жизнь менялась Но знаете, пришло время, чтобы вам повернуться и сказать Я хочу поддержать то, откуда я питаюсь духовно Телеканал СНЛ это духовная пища на каждый день Я прошу вас, пожалуйста, поддержите нашу работу Примите активное участие в созидании телеканала СНЛ Вместе мы можем очень многое сделать Вместе мы можем принести изменения на эту землю Вместе мы можем проповедовать Евангелие тем людям, которые еще не знают Если вы утвердились, если вы уже во Христе, если вы укрепились Если вы зрелый человек, давайте вместе делать что-то великое Я благодарю вас за ваше участие Я хочу сказать спасибо тем, которые уже поддерживают христианское телевидение Давайте вместе изменим этот мир Давайте проповедовать Евангелие Иисуса Христа до краев земли И нам не будет никакого ограничения И мы с собой на небеса заберем миллионы людей Пусть Бог благословит вас Спасибо вам за ваше решение и желание поддерживать христианский телеканал СНЛ Вместе мы сила И от себя лично я хочу сказать Спасибо всем моим друзьям и партнерам Спасибо за ваше доверие Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие Я сделаю все, чтобы Евангелие проповедовалось для наших людей на русском и украинском языках Пусть Бог благословит вас Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова Который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы Епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНЛ Мы благодарим вас за партнерство Ваше участие в поддержке СНЛ помогает созданию таких программ Пусть Бог благословит вас